Добрый день, это курс Python с нуля и тема сегодняшнего урока создание списков. На прошлом уроке мы уже попробовали создать список и сделали это явно, но сегодня рассмотрим какие еще есть способы создания. Прежде всего можно создать пустой список, не содержащий элементов, а в конец списка добавлять элементы при помощи метода append. Таким образом данный элемент будет добавляться в конец нашего списка. Если мы еще раз вызовем метод append, то следующий элемент также добавится в конец нашего списка. То есть для добавления элементов в список нам нужно создать лишь просто циклическую конструкцию, которая каждый раз будет добавлять нам новый элемент в наш список. Теперь давайте попробуем реализовать данный способ. Для начала мы создадим пустой список. Далее нам нужно указать размерность нашего массива. Я обозначу его переменной m и помещу туда значение 5. Это будет значить, что в нашем списке будет 5 элементов. Далее создадим циклическую конструкцию, которая будет n раз добавлять наши элементы в список. Итак, мы используем список a и применяем к нему метод append. А в скобках пишем то, что у нас будет добавляться в наш список. Для начала я просто создам список из 5 нулей. Поэтому в качестве параметра я указал 0. Теперь давайте выведем наш список. Итак, давайте еще раз посмотрим, что мы сделали. Мы создали пустой список, задали ему размерность равная 5, то есть у нас будет 5 элементов. И запускаем цикл, который будет выполняться 5 раз. И 5 раз методом append будет добавляться 0 в наш список. Таким образом мы создадим список из 5 нулей. Но что если нам нужно, допустим, не 5 нулей, а какое-то определенное количество, введенное с клавиатуры. Для этого мы просто добавим в ввод с клавиатуры количество наших элементов. Теперь, когда мы будем запускать нашу программу, сначала нас просят сколько у нас будет элементов, допустим 4. И тогда создаться список из 4 нулей. Но что если я хочу, чтобы у меня список был не каким-то фиксированным значением, а чтобы я сам мог вводить эти значения с клавиатуры. Все просто, тогда мы будем добавлять не 0, а тогда мы будем добавлять значение, введенное с клавиатуры. Я буду добавлять числа. Итак, запускаем наш список, ввожу сколько у нас будет элементов, это будет 5. И дальше просто ввожу 5 элементов нашего списка. И когда я закончу ввод, мы увидим наш список. Также стоит отметить, что элементом списка не обязательно может быть число, а может быть какая-нибудь строка. Давайте запустим. И допустим у нас будет 5 элементов, и я могу вводить какие-то различные строки. Таким образом мы создали список из строк. Также в добавлении элементов можно использовать и нашу переменную счетчик, которая будет меняться в диапазоне от 0 до введенного нами значения. Таким образом, если я введу здесь 8, то у нас создается список от 0 до 8. Также для создания списка, заполненного одинаковыми элементами, можно использовать оператор повторения списка. То есть просто умножить его на некоторое значение. Для создания списков, заполненных по более сложным формулам, можно использовать генераторы. Общая конструкция генераторов следующая. Сначала идут квадратные скобки, которые обозначают нам, что это список. А далее эту конструкцию можно поделить на две части. Правая из них отвечает за перебор переменной в некоторой последовательности. А левая из них это выражение, чем будет являться каждый элемент списка. Давайте рассмотрим конструкцию генераторов на простом примере. Начинаем с правой стороны, где видим, что у нас происходит перебор переменной i в диапазоне от 0 до 5 не включительно. То есть наш цикл выполнится 5 раз. Но в эти 5 раз у нас будет каждый раз элемент списка становиться равный 0. То есть это просто нам задает в данном случае, сколько у нас будет вот этих вот элементов, сколько будет вот этих нулей. И такая конструкция нас создаст, конечно же, 5 нулей. То есть у нас произошел перебор и на каждой итерации цикла, каждым элементом у нас становился 0. Давайте рассмотрим следующий пример, где также у нас переменная i меняется в диапазоне от 0 до 5 не включительно. И теперь уже каждым элементом становится квадрат этого i. То есть теперь i у нас уже задействовано в строении каждого элемента списка. И таким образом создастся список, который будет являться квадратами i от 0 до 4. То есть на каждой итерации цикла у нас i будет подставляться в наше выражение. И этим будет становиться очередной элемент нашего списка. А в следующем примере список будет состоять из чисел, считанных со стандартного ввода. Сначала нужно ввести число элементов списка. Это значение будет использовано в качестве аргумента функции range в нашем генераторе. Затем нам нужно будет ввести каждый элемент списка, используя стандартный ввод. Давайте опять же поделим наш генератор на две части. Правая часть здесь будет отвечать за то, сколько у нас будет вводиться элементов с клавиатуры, исходя из нашего значения n, который мы введем ранее. Затем на каждой итерации цикла будет считываться новое число с клавиатуры и становиться очередным элементом нашего списка. Теперь давайте попробуем заполнить наш список элементами, введенными с клавиатуры. Но использовать будем при этом генераторы списков. Для начала нам понадобится количество элементов, из которых будет состоять у нас наш список. Мы просто введем n с клавиатуры. Затем создадим наш список. Начнем генерацию с правой части. Сколько у нас будет элементов списка. Для этого мы создадим переборную конструкцию и скажем, что элементов списка у нас будет n значений. И затем приступим к редактированию левой части, то есть чем будет являться каждый элемент списка. И мы уже сказали, что каждый элемент списка это будет число, которое будет введено с клавиатуры. Таким образом, сначала мы введем количество элементов списка, затем создадим перебор этого количества. И каждый раз будем вводить новое значение с клавиатуры, которое будет становиться очередным элементом списка. Осталось вывести наш список, используя функцию print. Итак, я запускаю программу. Ввожу 4 элемента нашего списка будет у нас. И дальше ввожу просто какие-то значения. И вижу, что у нас создался список размерностью 4. И он теперь состоит из тех элементов, которые я вводил с клавиатуры. Ну что если нам нужно считать список с одной строки, где элементы разделены пробелами? Для этого нам понадобится метод сплит, который разобьет нашу строчку по пробелу. Итак, давайте рассмотрим на примере, как же нам нужно создать генератор списков, чтобы он нас считал список чисел, введенных в одну строчку через пробел. Изначально мы понимаем, что ввод у нас будет происходить в виде строки. Поэтому используем стандартную функцию input. Далее нам одну строку нужно разбить на множество подстрок. И критерием разбиения будет являться символ пробел. Для этого используем метод сплит, который разобьет нашу строку. И теперь это будет ряд отдельных подстрок. Далее создадим переборную конструкцию, где переменная i будет становиться каждой подстрокой с новой итерацией цикла. Таким образом, мы уже написали правую часть нашего генератора. Осталось только написать, чем будет являться каждый элемент нашего списка. Мы понимаем, что i у нас будет становиться символом пятеркой. И если нам нужно, чтобы у нас элементы нашего списка были именно числа, то таким образом мы будем интовать, то есть переделывать в число нашу вот эту подстроку. В результате наш генератор будет выглядеть следующим образом. Итак, еще раз, правая часть. Вводим строку, разбиваем ее по пробельному символу, перебираем переменной i каждую подстроку в нашем вот этом ряду подстрок, и каждый элемент делаем числом. Чаще всего в задачах нашего курса будет использована именно данная конструкция ввода списка, то есть через строку. Это удобно, ведь не нужно задавать изначальное количество элементов. Давайте посмотрим, как будет выглядеть данная конструкция у нас в программе. Итак, я задаю список а, и сразу помню, что каждый элемент списка у нас будет числом. Далее создаю переборную конструкцию i, которая будет у нас меняться в введенной нами строке, разделенной по пробельному символу. Таким образом, генератор уже создан. Осталось вывести наш список на экран. Давайте посмотрим, как будет осуществляться ввод. В таком случае, вам нужно вводить элементы списка именно в одну строку. Причем, сколько вы их введете, неважно. Можете ввести один, два элемента, а можете большое количество. Нажимаем Enter и видим, что наш список полностью считался с одной строки, где введены числа через пробел.